Привет! Я Ира, гид в шляпе, и сегодня я вам предлагаю прогулку по Парадному Петербургу и немножечко информации про кофе и котлетки в Петербурге. Сейчас мы с вами находимся на Большой Конюшиной улице. Это самый центр, один из самых туристических районов. Одна из первых улиц, которая появилась в городе. До 1730-х годов здесь была деревянная застройка. Своё название эта улица получила от конюшенного двора, который когда-то вообще-то был лугом, а впоследствии там устроили императорские конюшни. Позже при императрице Аня Иоанновне в 30-е годы 18 века здесь устраивают каменную застройку, как, впрочем, и на Большой Морской, и Малой Морской. Один из первых адресов, который я бы хотела вам показать, это Большая Конюшинная 13. На самом деле данный дом построен был в середине 19 века. Он переходил от владельца к владельцу. В какой-то момент владельцем этого здания становится некто по фамилии Вебер. Вебер был кондитером. Получив это место, точнее купив дом, который стоял на этом участке, он очень быстро строит свой дом. Настолько быстро, что проезжая однажды, Александр II обратил внимание на только что построенный дом, которого недавно не было, соответственно. Он спросил, а кому же принадлежит этот особняк. Ему сказали, что кондитеру Веберу. На что Александр II сказал, ну, значит, у Вебера хорошие дрожжи. Правда или нет, возможно, это легенда. Но факт в том, что этот Вебер был поставщиком кондитерских изделий и булочек к императорскому завтраку. Этот самый дом на большой конюшене 13, который мы знаем как дом Вебера, когда-то принадлежал вовсе не Веберу. Изначально это место купил француз, которого звали Жорж. Он открыл небольшую продуктовую лавку, в которой продавщицей работала его жена. Их дело процветало, и впоследствии этот Жорж покупает землю во дворе и строит небольшой флигель. Там он открывает ресторанчик. В какой-то момент у Жоржа и его жены возникают неведомые обстоятельства. Они уезжают из Петербурга и продают свое семейное дело тоже французу по фамилии Данон. Не йогурт Данон, но тем не менее. Данон один из самых известных, пожалуй, ресторанов в Петербурге, в частности 19 века. Данон не имел парадного входа и вообще, в принципе, он находился во дворе, в проходном. Но это не помешало стать ему одним из самых фешенебельных ресторанов. Там можно было не только вкусно покушать, как французскую еду, так и русскую, но еще и культурно провести время. Очень быстро там собираются известные литераторы, поэты, писатели, художники. В Даноне проводились так называемые Даноновские субботы, также связанные с литературой. Там бывали художник Иванов, например, писатели Гончаров, Салтыков-Щедрин, Тургенев. Вот, кстати, у Михаила Салтыкова-Щедрина в дневнике провинциала есть некоторое описание атмосферы ресторана Данон. Было около часу ночи, и Даноновский сад был погружен во тьму. Лакеи татары, как тени, бесшумно основали взад и вперед по дорожкам. Я пошел побродить по дорожкам и потому не присутствовал при процессе заказывания ужина. До слуха моего долетали раки по-бордосски, перчику, перчику, чтобы в меру, земляники, братец, оглох, что ли, на первый раз три крюшона. Ну и так далее. Ресторан проработал достаточно длительный период и закрылся уже после революции. Затем его переформатировали и перенесли на английскую набережную. В годы НЭПа на некоторое непродолжительное время ресторан возродил свою работу. И что интересно, контингент в то время очень сильно поменялся. Например, в этом ресторане любил бывать известный бандит Ленька Пантелеев. Не только вкусно покушать, а еще он любил использовать местные проходные дворы для отхода во время облав. В районе конюшенных улиц, да и не только, и в районе морских, селились в Петербурге изначально иностранцы. Большое количество переехавших. Финны, французы, немцы, голландцы. И закономерно, что им нужно было где-то молиться. Поэтому в этом районе, да и на Невском тоже, очень большое количество храмов самых разнообразных конфессий и направлений. Вот сейчас мы с вами подойдем к одному из таких бывших храмов. Здание бывшей французской реформатской церкви. Идем. Вот ты идешь по большой конюшиной и видишь очередь. И она не в Эрмитаж. Это означает, что рядом находится самая известная в Петербурге пышечная, которая открылась, как гласит вот эта вот надпись, в 1958 году. И с тех пор она практически не поменяла ни интерьер, ни ассортимент. Адрес Большая конюшина, 25. В советское время Большую конюшину переименовали в улицу Желябова. Кстати, это здание и есть здание бывшей французской реформатской церкви, построенное в 1840-х по проекту архитектора Босса. Это пышечная, это, пожалуй, последний оплот советского общепита, в котором в городе осталось очень мало подобных мест. Кстати говоря, несколько лет назад она вошла в Красную книгу достопримечательностей Петербурга. То есть им запрещено поменять свой интерьер или же ассортимент. Из ассортимента здесь все очень просто на самом деле. Во-первых, пышки. Ну и бочковой кофе с молоком. Вместо салфеточек вот такие вот нарезанные листочки, что тоже весьма аутентично. Кстати, к вопросу, зачем пышке дырка или отверстие, кому как больше нравится. На самом деле в 1939 году в Ленинграде была выпущена знаменитая книга о вкусной и здоровой пище. Именно там был описан классический рецепт пышки. И именно в этом рецепте настоятельно рекомендовали делать круглое отверстие внутри этого хлебобулочного изделия. Оно делалось раньше для того, чтобы когда пышку достают из фритюра, ее нанизывали на специальный стержень. А уже с этого стержня снимали и клали в пакете клиенту, ну либо на тарелочку. Что в Ленинграде была пышка, то в Москве пончик. Это еще одно маленькое противостояние между двумя столицами. Так что приятного мне аппетита и привет всем пончикам из Москвы. А еще в этой пышечной живут котики. Котики тут жили разные и довольно давно. Но есть у сотрудников традиция подбирать котиков с улицы и здесь их содержать. Сейчас здесь два котика. Хозяин и хозяйка. Котик Рыжик и трехцветная кошка Пыша. В данный момент, конечно, я их тут не наблюдаю. Но, возможно, вы увидите сейчас фотографии этих прекрасных кисанек. Однажды кошечка Пыша даже пришла ко мне на руки. Хотя они весьма своенравны и очень относятся ко всем посетителям на расстоянии. Можно сказать, что Пышечная своего рода первая кота-кафе в нашем городе. А тем временем мы с вами находимся на Большой морской улице. Это одна из самых центральных и фешенебельных исторических улиц Петербурга. Когда-то здесь была морская слобода и тоже была деревянная застройка. После значительных пожаров 1730-х было приказано императорской фамилии, а также городскими властями строить здесь только из камня. Близость ко дворцу и к правительственным зданиям. Здесь стали селиться богатые люди и, соответственно, сосредотачиваться в всякие важные заведения. Важные, например, это банки, страховые общества, а также дорогие ювелирные магазины и фирмы. В том числе стали открываться дорогие рестораны. Один из таких ресторанов находился по современному адресу, это Большая морская улица 16. Ресторан Кюба. Изначально он назывался Парижское кафе, пока его не купил, соответственно, француз по фамилии Кюба, который был шеф-поваром у императоров Александра II и Александра III. Этот ресторан занимал два этажа и был весьма элитным для элитной, соответственно, публики. Здесь любили тусоваться балитоманы, золотая молодежь, столичные дэнди, ну и не только. Посещали ресторан очень много знаменитых людей. Ну, например, Дягилев и Нижинский, министры Сергей Витте, Петр Столыпин, ну и много других. Здесь праздновали 200-летие Санкт-Петербурга в присутствии Николая II. Подавали соответствующие дорогие блюда, ну, например, молочный поросенок, часть из которого была жареная, часть пареная, перепелиные яйца, запеченные в золе под соусом из шампанского, тертые рябчики, оливки, разные варианты икры, ну и так далее. Здесь давали званый ужин в честь американской танцовщицы Асидоры Дункан. Или попозже праздновала 20-летие своей творческой деятельности Матильда Ксишинская. Одним из почетных гостей была Анна Павлова в тот вечер. Сам Кюба через некоторое время продал свой ресторан другим владельцам, но название не менялось. Ресторан закрылся перед революцией, и надо сказать, что в то время накопилось очень большое количество долгов, потому что завсегдатаями были очень именитые и знатные посетители, в том числе великие князья, но не очень состоятельные в плане платежеспособности. Все время приходили и шиковали за счет хозяина. Ну, естественно, в какой-то момент это все должно было прекратиться. Ресторан Кюба, как и многие другие рестораны на большой и малой морских улицах, имели важное значение не только в смысле вкусной еды, но еще и здесь решались многие политические и государственные вопросы. Вот, кстати, что писал поэт Серебряного века Николай Огнивцев. Здесь в Петербурге одной из первых появилась реклама с электрическими. Буквами зажигающимися, соответственно, светящаяся реклама, можно сказать. Это были буквы, названия Кюба на французском. И что интересно, в то время из-за этой рекламы ходил в народе такой каламбур, да светится имя твое. А вообще, помимо основного назначения ресторана вкусной еды, в ресторанах на данной улице имелась еще одна интересная особенность. У всех были частные кабинеты, частные комнаты. Но мы сейчас можем, в принципе, с вами догадаться, что могло происходить в этих комнатах. Но одной из функций, так сказать, было решение важных вопросов, в том числе государственного характера и, естественно, что закономерно взятничество. Ну, например, в одном из таких ресторанов на Большой Морской любил бывать министр внутренних дел Игнатьев. К нему на прием пришел железнодорожный король Лазарь Поляков. На прием ему секретарь отвечает, «Вы знаете, министр не принимает, он спит». Посетитель дает купюрку. Секретарь убегает. Через какое-то время секретарь появляется и говорит, «Да он снова спит». На что посетитель дает следующую купюру. И так до тех пор, пока не набиралась нужная сумма. Правда это или нет, можем сейчас только догадываться, но, во всяком случае, благодаря именно подобной встрече в Петербурге разрешили постройку Большой Хоральной Синагоги. Вот, всякие подобные вопросы решались в подобных заведениях общепита. Сейчас мы находимся с вами в самом начале Невского проспекта. И первый дом, на который я бы хотела обратить ваше внимание, это вот этот вот дом по Невскому 7-9. Это дом банкира Бавельберга. Ранее на этом месте находился совсем другой дом, поскромнее и попроще. Но интересно, что в нем находилось ателье, эксклюзивное на тот момент, в котором любил бывать и заказывал свои наряды Александр Сергеевич Пушкин. В частности, свой известный плащ, по моде того времени, плащ Эльмавива. Но, как известно, Пушкин после себя оставил огромное количество долгов. И, в частности, в то ателье он задолжал порядка 400 рублей. Для сравнения, в продуктовую лавку он должен был всего лишь 10. Почувствуйте разницу. Стиль, наше все. Кстати говоря, Пушкина осталось очень большое количество долгов в самые различные места, лавки, магазины и так далее. 164 тысячи рублей. На современные деньги, если перевести, это примерно 200 миллионов. Основную сумму закрыл, кстати говоря, Николай I. В начале 20 века строят вот этот вот дом по заказу банкира Вавельберга. Такой нео-ренессанс. Или частично можно связать этот стиль с северным модерном. Вавельбергу все понравилось. Но существует очень знаменитая байка, связанная с этим домом, что на дверях было написано «Толкать от себя». Вавельберг, он был банкир. И он обратил внимание на эту надпись и сказал, что это не мой принцип. Мой принцип тянуть к себе. Замените, пожалуйста. И вот в советское время здесь были кассы аэрофлота, а также магазин «Березка». Ну, те, кто родился и жил в СССР, не могли не знать, что такое магазин «Березка». Они находились в разных городах. И означало это продажу товаров за иностранную валюту. Товары были редкие. Или это был импорт, или это было отечественное производство, но достаточно хороших элитных товаров. Шоколада, сигарет, трикотажа, меха, ювелирных изделий. Покупать в таких магазинах могли, кстати говоря, только иностранцы. Потому что советским гражданам иностранную валюту иметь у себя было запрещено. И вообще это было уголовно наказуемо. Но магазин был достаточно известен в советское время. И помимо валюты здесь можно было приобрести товар также за чеки внешне торгбанка. Особенно известны были чеки серии «Д» – дипломатический корпус. То есть для дипломатов иностранцев. А еще один адрес – Невский, 8, лавка художника. В советское время там была также, соответственно, лавка художника. И там можно было приобрести работы, особенно левого крыла художников. Помимо картин были такие товары, которые мы сейчас знаем как «хендмейт». То есть уникальные изделия ручной работы. Стоили они очень дорого. Это было штучное производство, вопреки всему массовому в то время. И здесь покупали исключительно только на подарок по особым случаям. На Невском 15, за моей спиной здания, в 1934 году открылось элитное ателье «Мод». Тогда газета «Ленинградская правда» писала, что здесь вы можете заказать по индивидуальному заказу самые разнообразные вещи. Ну, например, пальто, костюмы и даже пижамы. После войны здесь также было ателье, причем в народе его прозвали «Смерть мужьям», поскольку цена индивидуального заказа на женский трикотаж равнялась средней зарплате советского инженера. Но, несмотря на такую высокую цену, сюда всегда выстраивались в очередь за уникальными нарядами, поскольку, опять же, на фоне всего достаточно массового, здесь можно было заказать и пошить себе нечто уникальное, чего не было у других по моделям из западных журналов. Весьма примечательный адрес – Невский, 15. Дом знаменит массой всего происходившего в нем. Во-первых, это дом Чечерина, полицмейстера. Во-вторых, здесь впоследствии в советское время находился дом искусств, сокращенно диск. Даже есть рассказ Ольги Форш «Сумасшедший корабль», в котором она описывает их жизнь и пребывание, и тусовки в этом доме. Здесь, например, Александр Грин написал свои «Алые паруса». Но, помимо прочего, в советское время здесь находилась знаменитая котлетная. Своего рода аналог современного Макдональдса. Очень быстро прийти, очень быстро поесть и, собственно говоря, идти дальше. Продавались там сочные котлеты. С заправкой к ним шла бесплатно горчица. Также, естественно, можно было выпить чаю или бочкового кофе. Масса народу пользовалась услугами данной котлетной. Ну, например, и туристы, и проходящие по Невскому граждане с работы на работу, и таксисты, и студенты. Рядом здесь находится сейчас Институт связи имени Бордж Бруевича в народе Бордж. Один из самых известных адресов на Невском проспекте – это Невский, 18. Когда-то эта земля принадлежала сподвижнику Петра Корнелиусу Крюйсу. Позже дом переходит во владение Неймана. Он его перестраивает, причем главный центральный фасад со входом выходил на реку Мойку. А здесь вот эта вот стена была непарадная и вообще без окон. Это говорит о том, что в первой половине 18 века Невский проспект не имел еще того значения центральной перспективной улицы или дороги, как впоследствии. Ну, уж тем более и сейчас. В доме этого Неймана впервые в Петербурге открывается музей восковых фигур. Реклама гласила, что можно было увидеть короля французского или английского, причем в полном одеянии, со свитой. Но, видимо, реклама была более привлекательна, чем эти самые фигуры, потому что музей через год закрылся. Позже здесь некий немецкий купец открывает лавку и торгует здесь посудой из серпантинового камня. Причем главным свойством этой посуды являлось то, что она не терпела какие-либо яды. Но, опять-таки, мы можем представить, почему. Потому что в 18 веке свойство посуды, видимо, подобное имело важное значение для людей. И вот в результате перепродаж эта земля и дом переходит, наконец, к купцу Катомину. Катомин был бывший крепостной князей Куракиных и решил, что должен построить себе дом пышнее и богаче, чем у этих самых князей. Катомин поручает архитектору Стасову перестроить. И как раз-таки то, что мы видим сейчас с вот этими четырехколонными лоджиями, это как раз-таки то, что построено было при Катомине. И вот здесь швейцарцы Вольф и Беранже открывают одну из первых и, пожалуй, самую знаменитую кондитерскую в Петербурге. Впервые здесь продавались такие вещи, как портреты знаменитых личностей или целые замки, персонажи сказочные, сделанные из безе, из шоколада, из сахара. Это сейчас для нас достаточно что-то рядовое и простое, фигурки из шоколада. На тот момент это действительно были уникальные изделия. Помимо прочего, в эту кофейню можно было просто прийти и почитать газеты и журналы. Бесплатно. Это было, в принципе, свойство кофеин того времени. Не только скушать десерт и выпить вина или кофе, но еще культурное времяпрепровождение. И вот сюда, 27 января 1837 года, в угловой подъезд пришел Александр Сергеевич Пушкин. До роковой дуэли оставалось чуть менее часа. Здесь он ожидал своего секунданта Донзаса. Когда Донзас пришел, Пушкин выпил стакан воды или лимонада. Донзас не запомнил. И отсюда они отправились на Черную речку. А уже через несколько дней после гибели поэта, здесь из рук в руки передавали и зачитывали вслух стихи юного Лермонтова на смерть поэта. Но этот адрес связан еще с двумя знаменитыми личностями. Здесь Федор Михайлович Достоевский также любил бывать. Именно потому, что у него не было денег на газеты и журналы. Он просто приходил сюда почитать. И именно здесь он познакомился с Петрашевским. Кружок заговорщиков через некоторое время был арестован. И все они отправлены в Петропавловскую крепость на 8 месяцев. После сценировки расстрела на Семеновском плацу их отправили в Омский острог, где Федор Михайлович, в частности, провел на каторге 4 года. Ну а позже в Вольф и Беранже закрылись. И здесь открылся ресторан Лейнера. Сюда после концерта в Александринском театре зашел Петр Ильич Чайковский. Он попросил воды. Ему сказали, что кипяченой у нас нет. Он сказал, ничего страшного, дайте мне, пожалуйста, сырой, да похолоднее. Выпил пару глотков и ушел. Через несколько дней он умер. И, как считается, от холеры. На самом деле обстоятельства смерти Чайковского до сих пор покрыты тайной. Но считается, что холерой заразился он именно здесь. Но вообще-то в то время по Петербургу ходили слухи, что Чайковского отравили, причем именно здесь. Вот такой вот противоречивый, но весьма знаменитый адрес. Еще интересный нюанс, связанный с адресом Невский, 18. Дело в том, что в советское время здесь находилась рюмочная при гастрономии, причем достаточно знаменитая рюмочная на Невском. В нее любили захаживать советские граждане, которые шли по Невскому с работой на работу. Очень большой ассортимент марочных вин, шампанского, водки, коньяка. Можно было быстренько приобрести, быстренько употребить и бежать дальше. Здесь любили экспериментировать и изобретать всякие коктейли. Ну, например, имелся в Прискуранте коктейль под названием Северное сияние смесь шампанского и водки, а также коктейль Бурый медведь смесь шампанского и коньяка. Здание оранжевое за моей спиной. Известный в Петербурге трактир Димута или Димутов трактир. Просуществовал более 100 лет. И надо сказать, что в то время трактирами называли именно гостиницы. Поэтому это была гостиница. Всю территорию, начиная отсюда от набережной Мойки аж до большой конюшеной, покупает французский купец, виноторговец Димут. И открывает сначала небольшой постоялый двор. Всего лишь 6 номеров там имелось. Но это место становится настолько популярным, что он очень быстро расширяется до 60 номеров. Причем совершенно разного класса. От самых скромных. Одна небольшая комната окнами во двор. Кстати, такую снимал неоднократно Александр Сергеевич Пушкин. До шикарных фешенебельных многокомнатных апартаментов. И надо сказать, что это первый адрес Пушкина в Санкт-Петербурге. Именно сюда он приехал с дядей. Здесь они поселились. После чего он поступил в царско-сельский лицей. Через некоторое время при Димутовом трактире открывается ресторан «Медведь». В 1878 году его открыл бельгиец. Но вопреки другим названиям, тому же Данону или Кюба, «Медведь» получил свое название совсем по другому поводу. На входе в ресторан гостей встречало огромное чучело медведя с серебряным подносом в лапах. Ресторан был очень обширный. Там имелось два зала на 100 и 150 посадочных мест. Ресторан «Медведь» был одним из самых популярных в Петербурге. Присосуществовал очень долго. Завсегдатым, например, был Шаляпин. Мало того, что там можно было полакомиться самыми разными блюдами французской и русской кухни, так еще и культурно провести время. В ресторане имелась специально сцена для проведения различных мероприятий. Кроме того, там любили собираться литераторы, а также редакторы газет. На такие вечера даже приглашали в стихотворной форме. Ну, например, «Седьмого марта, то есть в среду, в «Медведь» опять придут к обеду распространители молвы. Ответьте, будете ли вы?» Ну и ответ. «Я влюсь, как все, часам к пяти, хотя бы ждала трагедия. В хорошем обществе идти, готов и на «Медведя» я». Естественно, как и у многих других ресторанов, здесь также менялись владельцы. И вот в начале 20 века в очередной раз у «Медведя» меняется владелец. Он решил немного переформатировать ресторан и открыл там такое пространство, которое сейчас мы все знаем как бар. В баре можно посидеть перед прилавком на высоком стуле и выпить коктейль. Развлечение совершенно по нашим средствам. Пришли к «Медведю», забрались на стулья, получили по высокому стакану со льдом и с очень вкусным и пьяным снадомьем. Выпили и повторили. На душе стало легче. Ну а после революции ресторан закрылся и его перестроили под театр и театральные сцены. Здесь открылся театр комедии, а возглавил его Аркадий Райкин. По адресу Невский, 20, за моей спиной, находилась в советское время знаменитая пирожковая номер один «Минутка». Здесь продавались пирожки, как печеные, так и жареные, с самыми разнообразными начинками. С яйцом, с курицей, с капустой и с чем угодно еще. Также сосиски в тесте, бульон в кружке, чай и, конечно же, бочковой кофе. Дело в том, что пирожковых в городе, на Неве, да и вообще, в принципе, по всему Советскому Союзу было огромное количество. Но конкретно в Ленинграде в то время вот эта пирожковая была одной из самых знаменитых. Также несколько было адресов на Невском, например, напротив пассажа, на углу Гороховой и Садовой улицы, в Коломне, на площади Тургенева, у Московского вокзала и во многих других местах. В здании на Невском 21, за моей спиной, где сейчас находится Зара, в 1944 году открылся Ленинградский дом моделей одежды. А вообще, это бывшее здание дома Мертенса. В советское время это было своего рода конструкторское бюро по конструированию моделей одежды для советской швейной промышленности. Здесь работали лучшие модельеры, лучшие швеи, лучшие вышивальщицы. Более того, здесь имелась достаточно обширная подшивка журналов, иностранных журналов с разнообразными моделями одежды, а также книги по истории костюма на многих языках. Здесь также работали самые красивые и стильные женщины, манекенщицы. И вот в 6 вечера, когда они уходили с работы, можно было наблюдать очень интересную картину. Такого количества стильных и красиво одетых женщин в Ленинграде в то время нельзя было встретить ни в каких других местах. Также сюда приходили просто поглазеть и посмотреть в витрины, потому что можно было увидеть некоторые модели одежды и просто взять их за основу для того, чтобы пошить для себя некоторый новый наряд. здесь на Невском 22 в 1841 году открылось первое кафе в Петербурге. По большому счету это была кофейня, потому что в то время такого понятия как кафе не было, было понятие именно кофейня. Это заведение сочетало в себе две основные функции. Во-первых, это было кафе-ресторан, то есть здесь можно было плотно покушать. Были очень знаменитые местные кулебяки. А также это была, ну, собственно, кофейня, то есть можно было здесь выпить чаю, кофе с кондитерскими изделиями и, ну, или выпить чего-то крепкого, спиртного. Открыл это заведение швейцарец, которого звали, соответственно, в Доминик. И более того, в этом заведении можно было поиграть в бильярд, в шахматы, в шашки, в домино. Кафе власти разрешили также сдавать в аренду места для игры. То есть ты мог прийти и заплатить некоторую сумму за аренду, например, бильярдного стола, или же за аренду места для игры в шахматы и поиграть. В советское время Доминик закрылся, но зато здесь открыли кафе-мороженое, которое в Ленинграде называли лягушатник. Почему? Потому что диваны в этом заведении были зеленого цвета, а также витражи на зеркалах. И все это почему-то ассоциировалось у людей с таким образом. Поэтому называли лягушатник. Оно просуществовало достаточно долго. Известно было с 60-х годов 20-го века и вплоть до 1990-го года. Но если вернуться немного раньше, в 19-й век, то здесь любили очень бывать, например, Антон Чехов или Федор Достоевский, Салтыков Щедрин. Они называли себя доминиканцами. И, кстати говоря, Антон Чехов писал, например, своему брату Михаилу такие строки. Выпив у Грека стакан крепкого, как деготь чаю, я пошел с ним гулять на Неву. То есть не с чаем, не с дегтем, а с Билибином. На Неве мы катались на лодке, что произвело во мне впечатление. Из лодки мы отправились к Доминику. Где за 60 копеек скушали по растягаю, выпили по рюмке и по чашке кофе. Художник Маковский запечатлел в красках картину у Доминика. Ну и еще один интересный случай. По воспоминаниям Резенкамфа, однажды здесь Федор Михайлович Достоевский, который тоже здесь частенько бывал, проиграл домино. Как вообще обстояло дело? Где игра, там и шулеры. Достоевский, как известно, любил поиграть. Точнее, даже это была его своего рода болезнь. И вот один из таких шулеров зацепил его и предложил поиграть в домино. Совсем невинная игра. Состоялась игра из 25 партий, в результате чего Федор Михайлович, который получил в тот день от опеки тысячу рублей, закрыл свои долги, проиграл последние сто рублей. По тем временам, надо сказать, что на тысячу рублей можно было спокойно прожить год, но сто рублей тоже была значительная сумма, тем более для Феденьки. И вот так вот в один день у него осталось ноль денег. Мы с вами в самом центре Петербурга, в самом центре Невского проспекта, канал Грибоедова, Казанский собор. Надо сказать, что здесь тоже находилось несколько заведений общепитой, не только. Во-первых, это адрес Невский 25. Там в советское время находился ресторан Кавказский. Но марочные вина, шашлык Покарский, все очень вкусно и щедро. На Невском 27 находился пивной зал. Ну, можно сказать, пивнуха и пивнуха, но с другой стороны в какой-то момент это место полюбили литераторы, а также студенты и преподаватели из фака и филфака и собирались там на литературные вечера, несмотря на то, что зал был таки пивной. его также в народе прозвали очки. Непонятно, по какой причине на самом деле. С одной стороны, считается, что за внешнее сходство этого зала с очками большие окна и двери на пружинах. С другой стороны, он соседствовал с оптикой, поэтому может быть отсюда. Ну и, конечно, еще один знаменитый адрес, как о нем не сказать, Невский 28. это дом Зингера, или дом книги. Построен в начале 20 века по проекту Сюзора, прекрасный архитектор, который построил в Петербурге очень много знаковых зданий, специально для компании Зингер. На тот момент у них был в Нью-Йорке уже небоскреб, здесь они тоже захотели небоскреб. Дело в том, что существовал высотный регламент, нельзя было строить выше Зимнего дворца, это 23,5 метра. Но архитектор использовал свою смекалку и построил прекрасный дом. Во-первых, он не нарушил регламент, то есть он достаточно невысок относительно других зданий, а с другой стороны удовлетворил заказчика, сделав такую изящную башенку с куполом. У компании Зингер торговля тогда шла весьма бойко, они придумали впервые такую услугу, как продажа товаров, то есть швейных машинок в кредит. Помимо прочего, они придумали еще одну систему, которую сейчас мы все знаем как Trade-In, то есть можно было принести свою старую машинку и за дополнительную плату приобрести новую. В годы Первой мировой войны на первом этаже этого здания было посольство США, но впоследствии в 30-е годы, тем более 40-е здесь располагалось несколько книжных издательств и в 40-е открывают дом книги, который здесь существует и по сей день. Гостиница европейская, сейчас это гранд-отель Европа пятизвездочный, ну, на протяжении своей всей истории эта гостиница была весьма примечательная. В советское время здесь останавливались дипломаты, иностранцы, в общем, непростая публика. Имелись рестораны, садко и крыша, но попасть в них обычные граждане не могли, а только спецконтингент, те самые чиновники, генералы, интуристы, что характерно, проститутки. Обычные граждане могли попасть в кафетерий, который своим входом выходил на площадь искусств. Угощение там было достаточно приятное, ну, например, пирожные, буше, александровская картошка, бутерброды с дорогой колбасой, чай, кофе и горячительные напитки. Туда часто захаживали после посещения русского музея или до концерта в филармонии. Ну, и немножечко хочу вам рассказать о истории кофепития в России. За моей спиной памятник Екатерине Второй. По проекту художника Микешина он был поставлен в царствование Александра Второго. Дело в том, что построить, поставить памятник Екатерине Второй предлагали еще при ее жизни, но она отвергла это предложение, счет его не очень целесообразным, не хотела она себе ставить памятники, но это было осуществлено впоследствии. Вокруг нее ее сподвижники и друзья. У этого памятника не самая простая судьба, неоднократно он становился достоянием вандалов, по мелочи то шпагу сломают, то какой-нибудь орден, то однажды на Екатерине Второй чудесным образом оказалась надета тельняшка, оказалось, какие-то подвыпившие матросы праздновали. Еще одно время ходила в народе легенда, что здесь зарыты под ним несметные сокровища, якобы, когда рыли котлован, чтобы поставить этот памятник, одна экзальтированная дама сорвала с себя перстень и бросила в котлован. Ее примеру последовали другие дамы, и как будто бы здесь под землей если хорошенечко покопать, можно накопать много всего. Благодаря расположению памятника в народе тоже было придумано немало каламбуров и загадок, ну, например, один из них. Ходила когда-то в Петербурге такая загадка, где стоит такая дама, позади которой драма, слева просвещение, справа развлечение, а спереди не каждому доступно. Здесь достаточно легко догадаться, что речь шла именно об этом месте, потому что сзади нас Александринский театр, слева находится публичная библиотека, справа сад отдыха, но спереди не каждому доступно подразумевался магазин Елисеевых, который во все времена был весьма недешевым. Так вот, возвращаясь к истории кофе в России, кофе был известен еще при царе Алексея Михайловича, при папе Петра I, но широкое распространение он получил именно при Петре. Петр, будучи в Амстердаме, пристрастился там к этому напитку, осушает любой насморк, излечивает простуду, укрепляет печень, превосходное средство против чесотки и порчи крови, облегчает сердце и жизненно важное биение такового, приносит облегчение страдающим болями в желудке и отсутствием аппетита. Ну, так считалось при Петре. Вернувшись из своей заграничной поездки, Петр начинает активно насаждать культуру кофепития. Одним из мест, где массово угощают народ не только водкой, но и кофе, была кунсткамера, первый в России музей. Более того, Петр I любил захаживать к своим подданным внезапно без приглашения и обязательно нужно было царя угостить чашечкой кофе. Но приближенные Петра не очень понимали этот напиток, как и многое, что Петр пытался внедрить, поэтому они закупали кофе на тот момент очень дорогой и держали у себя в доме специально на случай, если вдруг нагрянет к ним государь. Впоследствии кофе все-таки становится излюбленным напитком, но в первую очередь среди знати, конечно. Например, императрица Анна Иоанновна любила начинать свой день с чашечки кофе, который ей приносили прямо в постель, Елизавета Петровна тоже им не брезговала, но настоящей кофеманкой считали Екатерину вторую. Ей нужно было заваривать целый фунт кофе, который шел на 5 чашек. Если представить это в граммах, это примерно 80 грамм на чашку. для сравнения чтобы заварить нормальный хороший эспрессо на чашку требуется всего 7-8 грамм. То есть можете себе представить в 10 раз крепче, чем хороший крепкий кофе. Воспоминания в одном случае, когда среди зимы с мороза к ней пришел один из ее секретарей. Замерз и добрая императрица предложила чашечку кофе, дабы он согрелся. Он, не подумав, согласился и после этого чуть не умер от сильнейшего сердцебиения. Но императрице было ничего. Точное описание ее способа кофепития. Приносили ей ливантийский кофе, весьма крепкий, клали фунт на 5 чашек и он и кушала с густыми сливками. Ежедневно это питье все находили вредным. Кофишенки лакеи добавляли воды в остаток, после их истопники еще переваривали и тогда только оказывался вкус обыкновенного кофе. Но постепенно северная столица привыкает к этому напитку и действительно становится кофейным городом. Белинский так описал разницу между Москвой и Петербургом. Москва это в первую очередь чай, там кофе конечно же тоже пили, но все-таки большее распространение он получил в Петербурге, особенно в 19 веке и особенно во всяких кофейнях. Так вот, петербургский простой народ несколько разнится от московского, кроме полугара и чая, он любит еще и кофе и сигары, которыми даже лакомятся подгородные мужики. А прекрасный пол петербургского простонародья в лице кухарок и разного рода служанок чай и водку отнюдь не считает необходимостью, а без кофе решительно не может жить. Но не всегда люди разных сословий понимали, как нужно употреблять этот напиток. Например, во времена наполеоновских войн один из знаменосцев московского мушкетерского полка описывал знакомство наших мужиков с неизвестным им напитком. Кофе у немцев едва ли не из первых потребностей и точно так, как у нас сбитень, так у них кофе напиток народный. Русские солдаты полюбили немецкий кофе, называя его кава. Здесь они обыкновенно с примесью картофеля и цикория подслащаются сахарную патокую. Все это вместе кладут в большой железный кувшин, наливают водой и кипятят на огне. Таким-то кофе подчевали наших вместо завтрака, поставив по числу людей соответствующее количество кружек. Но употребление кружек солдатам не понравилось, они требовали суповую чашку. Влив в нее сгущий весь этот взвар и накрошив туда ситного хлеба, хлебали кофе ложками, как щи. Многие примешивали туда лук и подправливали солью. Очень довольны этой похлебкой, они часто просили изумленных немок подбавить им еще этой же жицы. Вот такой кофейный супчик. Прекрасное здание в стиле модерн, построенное в начале 20 века по проекту архитектора Барановского, это известный магазин Елисеевых, магазин колониальных товаров, который был специально построен для этих купцов. В один рождественский вечер в 1812 году крепостной князя Шереметьево Петр Елисеев принес на званый ужин свежую землянику. Естественно, и князь, и все гости очень удивились, откуда посреди зимы такое летнее по сути лакомство. Шереметьев сказал Елисееву, что мол проси за это что хочешь. Ну естественно, тот смекнул, что нужно использовать эту возможность и попросил вольную. Вольную ему дали, ему и его жене, и в том числе 100 рублей подъемных, по тем временам весьма значительная сумма. Петр Елисеев был очень предприимчивый человек, использовал эту возможность для развития собственного бизнеса. Сначала он стал торговать очень редким по тем временам товаром, а именно апельсинами на Невском проспекте. Позже дело его росло и процветало, и вскоре он открыл свой первый магазин. Ну и так несколько поколений Елисеевых занимались торговлей, причем делался акцент именно на дорогой сегмент, на элитный, можно сказать, на редкие товары на заграничные. И доросли они до того, что вот в начале 20 века у них в самом центре Петербурга открылся свой магазин. Концепция его заключалась в том, что это был своего рода МФЦ, многофункциональный центр. Здесь не только торговали дорогими продуктами, но еще устроили зону для развлечений, ресторан, а на втором этаже находилось что-то типа кафе Шантана, то есть пространство со столиками и со сценой, где выступала варьете. Помимо просто торговли, Елисеевы придумали интересную услугу, ну на тот момент интересную, а в наши дни это совершенно простая и известная нам всем услуга, это доставка продуктов на дом. Можно было заказать определенный ассортимент по списку и буквально в течение часа посыльный приносил на дом продукты. Конечно, такая услуга была очень дорогостоящей, помимо самих продуктов, но при этом пользовалась большой популярностью среди богатых и знаменитых, конечно же. В советское время здесь располагался гастроном номер один, где можно было купить также достаточно редкие товары в советское время, но в народе его по старинке все называли Елисеевским магазином. Следующий адрес Невский, 45, за моей спиной. Там, где сейчас Макдональдс, в советское время была столовая, которую в народе прозвали Гастрит. Не правда ли иронично? Дело в том, что когда-то там затаривались портвейном, например, всякие неформальные граждане типа рокеров и отправлялись далее в Сайгон или на Казань. Казань назывался сквер возле Казанского собора. В 1930-х годах здесь поставили впервые в Советском Союзе специальные автоматы, куда можно было бросить монетку и получить например бутерброд с сыром. В 1970-м автоматов там уже не было, как не было и алкоголя, но зато была достаточно недорогая но вкусная еда. Например, славилась местная солянка с лимончиком или сосиски с тушеной капустой. Ну, так или иначе, все равно это заведение почему-то в народе называли Гастрит. и Невский 49-м знаменитое кафе Сайгон. На самом деле Сайгон это неформальное название народное. Это было кафе при ресторане Москва. И знаменитое оно было естественно в первую очередь своей публикой. С одной стороны неформальное, здесь тусовались то хиппи, то панки, то рокеры. С другой стороны поэты, музыканты, литераторы. Например, там бывали Бродский, Смоктуновский. С неформальным названием этого кафе связана легенда. Одно время там было запрещено курить, и некие граждане захотели это сделать. К ним подошел милиционер и сказал, что вы тут устроили какой-то Сайгон. Вот так считается и закрепилось в народе это неформальное название. Внутри имелось огромное зеркало во всю стену, и поговаривали, что за этим зеркалом сидит чекист и подслушивает, что говорит публика. Внутри имелся бар, где стояли несколько венгерских кофемашин. И модным было заказывать маленький двойной за 21 копейку, то есть подразумевался двойной эспрессо. Также там имелся буфет с едой от ресторана Москва, но особой популярностью он не пользовался, потому что туда в первую очередь приходили не поесть, а скорее потусоваться. И вот что писал в своих воспоминаниях Довлатов о кафе Сайгон. Ну, что Сайгон? Грязноватое кафе в центре Питера, на углу Невского и Владимирского проспектов, со странной богемно-уголовной публикой, где встречались, пили кофе и портвейн, обменивались новостями, читали стихи. Юный Лопух, случайный посетитель сам был из таких, мог заметить только это. Но для своих, для посвященных, тут должны были совпасть не только место, но время и поколение. Сайгон был непрерывно творимой легендой, продолжением петербургского мифа. У них салон Волконской или башня Вячеслава Иванова у нас Сайгон, символом второй настоящей культуры, оказавшейся, как по заказу, напротив, на расстоянии Литейного, официальных цитаделей КГБшного Большого Дома и Ленинградского Дома Писателей. Конечно, этими адресами, которые я вам показала сегодня, не ограничивается история общепита Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленинграда. Об этом можно еще достаточно долго рассказывать. Возможно, вы захотите прийти ко мне на экскурсию оффлайн на такой маршрут. Ну, а напоследок могу вам сказать пейте кофе, кушайте кулебяку и приятного всем аппетита!